Это новости на канале ВКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Помочь победить Амброзию должны и горожане. О борьбе с опасным сорняком говорили на планерном священии главы Сочи. Жители переулка Заводской эту зиму проведут в тепле. В домах наконец появился газ. Этого здесь ждали почти 40 лет. Сегодня расскажут, завтра проверят. В Сочи стартовала профилактическая операция «Внимание! Дети!». Ярмарка мастеров и театрализованная история государственного символа. В Сочи отметили день флага. Краснодарский край стал лучшим в России по развитию массового спорта в 2015 году. Об этом в Сочи заявил Виталий Мутко. По словам министра спорта, регион удержал лидерство благодаря качественной работе детско-юношеских школ, развитию дворовых занятий физкультурой и спорту высших достижений. Мы с большим удовлетворением сегодня объявляем о том, что край является лидером и победителем в смотре конкурса по развитию физической культуры и спорта среди 85 субъектов Российской Федерации. Еще 5-7 лет назад представляли край сборных страны где-то 60-100 человек. Сегодня 900. Первая медаль золотая представителями Краснодарского края завоевана на Олимпийских играх в Риаду Жанейна. В Сочи глава Минспорта вместе с губернатором Краснодарского края оценили, как идет подготовка стадиона Фишт к Кубку Конфедерации и Чемпионату мира по футболу. Реконструкцию спортивной арены, по словам Вениамина Кондратьева, должны закончить к 26 ноября. На объекте возводят новые трибуны, чтобы увеличить вместимость стадиона до 45 тысяч мест, как этого требует ФИФА, рассказал вице-губернатор Юрий Гриценко. Уже установлены современные дренажные и поливочные системы, а на поле уложен новый газон. Кстати, составляющие почвы специально подбирали в центральной полосе России. Еще раз скажу, какие-то критические отставания или тревог больших у нас нет. В целом, край справляется, как и справился с проведением Олимпийских игр, абсолютно уверен справиться с проведением и Кубка Конфедерации и Чемпионата мира. Подрядчик, который сегодня осуществляет реконструкцию, увеличил практически в два раза наличие строителей здесь, на этом объекте. Привлечены студенческие отряды строительных факулетов нашего края, что дает возможность нашей молодежи быть сопричастным к этому грандиозному событию, как Чемпионату мира по футболу. Я хочу сказать, что стадион Фишт принес России славу олимпийскую. Я уверен, что он придет нашей стороне славу футбольную. В Сочи также построят три тренировочные площадки. Кроме этого, на территории региона появятся шесть баз для проживания сборных, отметил вице-губернатор Николай Далуда. Кубок Конфедерации по футболу пройдет в следующем году, с 17 июня по 2 июля. Уже определены шесть из семи стран-участниц турнира. Кроме России, это Германия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия и Португалия. Перед соревнованием на стадионе Фишт обязательно должны провести четыре тестовых матча с полной загрузкой. Инга Габейшая, телекомпания ФКТ. Прямой диалог. Кубанские фермеры, которые жаловались на рейдерские захваты земель, встретились с региональными властями. В Краснодаре аграрии пообщались с заместителем полпреда президента в Южном федеральном округе, губернатором края, представителями судов, прокуратуры и полиции. Фермерам пообещали разобраться в каждом конкретном случае. У нас не интересует политика. Вот к нам пытаются пристроиться, чтобы помочь родникам перед выбором. Нам это не надо. Мы идем за своей собственностью, за собственностью наших родителей. Земля не принадлежит рейдерам, которые распродают ее подстройку, подачные участки, коттеджи. А принадлежит собственникам, 472 собственникам земельных поездов. Все вопросы, которые были поставлены, они поставлены на контроль и гарантированно должны решиться. Этой встречи мы ждали 13 лет. 13 лет обращались во все инстанции. Вопрос не решался. Сегодня вот какие-то 20 минут мы получили все. И думаем, что они свое слово сдержат. Первые лица встречаются. Мы же надеемся, что это сегодня наша власть, в которую мы верим. Давайте садиться, разбираться, сколько нужно, столько и делать это. Нет другого выхода. Если мы сейчас этот Гордиев узел не развяжем, или как Александр взял, разрубил его, решение должно быть найдено. До бесконечности вот этот процесс не может продолжаться. Фермеры озвучили проблемы, связанные, как они считают, с необоснованными действиями судов и правоохранительных органов, которые способствовали переделу земли и рейдерским захватам, а также не защищали интересы аграриев. Вениамин Кондратьев еще раз заявил, что готов к дальнейшему обсуждению вопросов тех крестьян, чьи обращения в полицию и суды, согласно их заявлениям, не нашли должного рассмотрения. Несмотря на то, что проблемы, поднимаемые фермерами, имеют десятилетнюю давность, их все равно необходимо решать в интересах людей, заявил глава региона. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». На лодках, велосипедах и пешком они преодолели расстояние в 2000 километров. Участники экспедиции «Кубанская кругосветка» под руководством Константина Мержоева финишировали в этностанице «Атамань». Родной край исследовали 28 школьников и студентов. Впечатлениями участники «Кубанской кругосветки» сегодня поделились с губернатором края. Вениамин Кондратьев посетил центр туризма и экскурсии. Там ребята проходят подготовку к подобным походам. Главе региона они показали, какими навыками обзавелись за время путешествия. Затем общение продолжилось в актовом зале туристического центра. За патриотическое воспитание молодежи Вениамин Кондратьев поблагодарил руководителя экспедиции Константина Мержоева, а также поздравил детей с окончанием «Кубанской кругосветки». Ведь для многих из них путешествие стало настоящим испытанием. Сегодня молодежь, она по-разному воспринимает и мир, и свою перспективу, и завершний день. Им ближе к дивану, чем к рюкзаку. Но это на самом деле никуда не приведет ни молодежь, ни страну, ни наш край. Нам нужны активные ребята. И сегодня передо мной именно эта молодежь. Та молодежь, которая завтра сможет дать экономический результат, научный результат, медицинский, образовательный нашему региону. Вы сидите и, по-моему, никогда не скажешь, что вы 50-ти дней шли в разных условиях. Вы те, которые способны и завтра пойти на любые жизненные трудности, для того, чтобы просто достичь цели. Я вижу просто разницу в детях. И вы абсолютно правильно заметили о том, что компьютеры сейчас просто пожирают детей. И разница этих детей и тех, она велика. На встрече обсудили развитие детского туризма. По мнению главы региона, необходимо продумывать новые маршруты и прокладывать их по историческим местам края. А также проводить туристические соревнования между школами и вузами. Ну а в Сочи время цветения амброзия. Это значит, уже началось ее уничтожение. Об этом сегодня главе города доложили на планерном совещании в администрации города. Подробнее Елена Всецина. В Сочи выявлено около 60 очагов, где массово произрастает амброзия. Для тех, кто страдает аллергией, это страшный зло, с которым надо бороться. На сегодняшний день выкашено 43 заросших. Этим растением участка осталось 16. Доложил начальник управления сельского хозяйства Вячеслав Ленин. Еще стало известно, что амброзии много на муниципальных кладбищах. И тут без участия жителей города в борьбе с сорняком не обойтись. Сейчас у нас активная фаза цветения амброзии, в связи с чем мы очень просим население нашего города вспомнить о своих умерших родственниках, прийти на кладбище и осуществить уборку. Глава города обращается ко всему населению Сочи помочь в борьбе с опасным сорняком. В сезон цветения амброзии вызывают у многих тяжелые болезненные реакции. На планерном совещании речь шла и о безопасности на пляжах, где установлены видеокамеры. А кражи все же совершаются. Это при том, что все пляжные территории охраняются ЧОПами. Пока мы не приучим, что камеры для того и установлены, чтобы за ними следить. Пока мы не установим, что тревожная кнопка для того, чтобы ею пользоваться. ЧОП для того, чтобы там находиться и заниматься работой, а не где-то на солнышке прятаться. На планерку были вызваны ответственные за безопасность на пляжах города. Объяснить свое бездействие никто не смог. Глава города потребовал либо работать в соответствии со своим назначением, либо увольняться и передавать пляжные территории другим арендаторам. Но отдых граждан в Сочи не должен быть омрачен. Тем более, если это касается жизни. Вчера на пляже Мисс Видный утонул человек. Везде есть человек в этом виновный. И если взялись заниматься пляжным отдыхом, должны за это отвечать. Понятно? Жесточайшим образом. Везде указываете решение антитеррористической комиссии тогда-то, официально предупрежден тогда-то, первый случай, второй. Пусть прокуратура даже предостережет, если даже до суда не дойдет, это уже будет до следующего года понятно. По-другому у нас нельзя. Либо чайский фактор будет приводить к тому, что будут гибнуть люди. Глава города просит фиксировать все случаи, произошедшие на пляжах, чтобы в новом сезоне решать, какую из фирм допускать к работе на этих территориях. Продолжается в нашем городе и работа по установке камер видеонаблюдения на многоэтажных домах. Она продлится и в ближайшие две недели. Также сегодня на планированном совещании был утвержден в должности новый глава Адлерского района, им стал Эдуард Волков. Гелена Овсецина, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи отметили День государственного флага. Праздничные концерты прошли во всех районах города. Так на площади Южного Мола развернулось настоящее театрально-музыкальное представление. Согласно историческим данным, триколор придумал сам Петр I. В указе от 31 января 1705 года царь велел поднимать бело-синий-красный флаг на всех торговых судах. Однако за несколько веков главный символ менялся несколько раз. Современный же вариант появился в начале 90-х годов 20 века. Вот такое наследие получила от последнего русского царя Россия современная. Несмотря на то, что праздник этот государственный, выходным днём 22 августа не является. Однако, если речь идёт о любви к своей стране, даже в рабочий понедельник есть место для праздника. И подрастающее поколение уже точно знает, насколько важен этот символ для страны. День государственного флага – это очень важный праздник, потому что государственный флаг, он многого стоит, его делали люди всей душой. Главное, что есть в нашей стране – это флаг, он, ну, как каждый цвет, характеризует нашу страну. Это флаг нашей страны, и мы очень любим свою страну. Для города Сочи с его постолимпийским наследием день государственного флага сегодня имеет особое значение. Ведь именно благодаря зимним играм два года назад весь мир смог увидеть Россию с её неповторимой культурой и самобытностью. Единый патриотический символ, флаг России – это то, что объединяет нас. Это, безусловно, большая гордость за страну. Это большой праздник на самосознание нашей государственности, нашей многонациональности, нашей многокультурности. К слову, на курорте в мире и согласии проживают более сотни разных национальностей. И, несмотря на все различия, именно флаг России является свидетельством того, что все мы – одна большая страна. И к другим новостям. Жители переулка Заводской эту зиму проведут в тепле. В домах, наконец, появилось голубое топливо. Это первый объект, на который в этом году подали газ. Причем день этот стал праздником, которого ждали почти 40 лет. За последнее время к централизованной системе газоснабжения подключили села Варваровка, Ордынка, Прогресс, жилые дома по улице Фадеева на Мамайке. Общая протяженность новых сетей уже почти 100 километров. Где еще газовики сегодня ведут работы, узнаем из нашего следующего сюжета. Центральный район Сочи считается полностью газифицированным, но этот переулок до сих пор оставался без голубого топлива. Здесь всего пять одноэтажных многоквартирных домов. Все они муниципальны, и, к слову сказать, в них живут в основном коренные сочинцы. Семья Ольги Александра Лысых живет в этом доме без малого 40 лет. Особенно тяжело было зимой. Отопление печное. На приготовление обеда на электроплите уходило чуть ли не полдня. За электричество приходилось платить около трех тысяч в месяц. Подключение газа здесь ждали почти два года. Приобрели все необходимое оборудование, смонтировали отопительную систему, купили печь. Теперь все коммунальные проблемы позади. В дома начало поступать голубое топливо. Мы даже и не ожидали, что нам включат газ. И когда нам сказали, несите печку, она у нас была в подвале, мы ее здесь и не ставили на кухню. Мы принесли ее, и вдруг нам подключают и говорят, ну проверяйте газ, мы вам дали. Мы не могли поверить, честно говоря. Я от волнения просто даже и ночь спать не могла. Поздравить жителей с подключением газа пришел и глава города Анатолий Пахомов. В подарок принес чайник. И первым включил новую плиту в доме семьи Лысых. Мне остается только вас поздравить. Вы радуетесь, что у вас появился газ. Тем более, конечно, было обидно, что в центре давным-давно уже газ есть, а вы тут рядышком и не получалось никак. Поэтому я радуюсь вместе с вами. Специалисты объясняют, с прокладкой газовой магистрали было немало сложностей. Приходилось носить изменения в документацию, заказывать новые экспертизы. Несмотря на все перипетии, которые случались с этим объектом, мы как раз тянули газ в то время, когда разбирали очистные сооружения. Здесь много очень новых зданий. Все это приходилось обходить. В итоге газ пришел к людям, к сочинцам. На газификацию переулка Заводского муниципалитет потратил порядка 2 миллионов рублей. А с сентября, как обещают власти, голубое топливо начнут получать сразу в нескольких микрорайонах и населенных пунктах курорта. В поселке Солоники, в селе Богушевка, на улицах Джапаридзе или Селидзе. От переулок Тамбовский начнет поступать газ уже к концу года. Восстанавливают газопровод, разрушенный оползнем и на улице Шаумяна. После этого предстоит газифицировать и более крупные объекты в Лао и Вардане. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Более 38 тысяч кустов дикорастущей конопли уничтожено в приграничных районах Краснодарского края. Таков итог первого этапа межведомственной профилактической операции МАК-2016. В рамках мероприятия в приграничии региона пограничники совместно с полицейскими, представителями Россельхознадзора и администрациями муниципалитетов ликвидировали около 10 очагов произрастания наркосодержащего растения. Таким образом было уничтожено и сожжено более 3,5 тысяч килограммов конопли, произраставшие на площади 8 гектаров. Второй этап межведомственного мероприятия начнется 10 августа и продлится до конца сентября. Внимание, дети! Профилактическая операция под таким названием стартовала в Сочи. Цель – напомнить водителям о приближении учебного года, поэтому нужно быть предельно внимательным при проезде вблизи учебных заведений. Ведь в любой момент на переходе может появиться ребенок. А детям после каникул стоит напомнить основные правила безопасного поведения по дороге на учебу и обратно. Инспекторы ГИБДД раздавали брошюры и листовки, а также предупреждали об ограничении парковки в День знаний вблизи детсадов и школ. Родителям же напоминали, что везти детей на уроки нужно тоже без нарушений. Перевозка детей до 12 лет допускается только при наличии специальных детских удерживающих устройств. Как соблюдаются все требования, проверит полк ДПС. С начала учебного года стартуют и рейды. Профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» продлится до 11 сентября. Сочинцы напоминают, от ненужной страховки можно отказаться. Банк России для этого ввел период охлаждения, срок в течение которого гражданин сможет расторгнуть договор добровольного страхования и получить деньги обратно. Период охлаждения составляет не менее пяти дней. Страховщик может установить и более длительный срок. И отсчитывается со дня заключения добровольного договора страхования вне зависимости от момента уплаты страхового взноса. Для расторжения договора гражданин должен обратиться с заявлением в страховую компанию. При отказе от страховки в период охлаждения компания обязана вернуть заплаченные за полис деньги в полном объеме, если договор страхования не вступил в силу. Если же договор начал действовать, то страховщик вправе удержать часть пропорциональную количеству дней, прошедших с начала действия договора. Эти правила касаются практически всех популярных видов страхования. В перечень входит страхование жизни, страхование от несчастного случая, автокаска, ответственность автовладельцев и владельцев водного транспорта, ДМС, гражданская ответственность перед третьими лицами, а также страхование финансовых рисков. Проблема навязывания страховок стала актуальной еще несколько лет назад. Во многих регионах автовладельцы могли купить полис ОСАГО только с дополнительной нагрузкой в виде страховки от несчастного случая, страхования имущества и так далее. Теперь законодательство запрещает это делать. А за навязывание дополнительных услуг при заключении договора ОСАГО предусмотрена административная ответственность. Однако доказать факт навязывания достаточно сложно. Введение периода охлаждения позволяет легко отказаться от невыгодной услуги. Если вам все-таки отказывают в этом, жалобу можно подать в письменном виде по указанному адресу, либо в электронном виде через интернет-приемную Банка России. В Сочи открылись региональные соревнования по многоборью спасателей. Заявлено семь команд из Краснодара, ДГ, Волгограда, Ейска, Туапсе, Крымской и Сочи. Все участники – сотрудники МЧС России. Впереди пять дней напряженной борьбы. Спасатели ждут поисково-спасательные работы в условиях природной среды, этапы на вертикальном скальном участке, комбинированная эстафета, сплав по горной реке, кросс на три километра и упражнения на перекладине. Участники должны будут ликвидировать очаги возгорания, последствия ДТП, деблокировать пострадавших, оказывать им помощь при эвакуации из зданий, вентиляционных коробов с линий электропередач. Также командам предстоит продемонстрировать водолазные работы на глубине до шести метров. 26 августа судьи объявят победителей соревнований как в командном, так и в личном зачете. В прошлом году золото взяли хозяева соревнований – сочинские спасатели. Второе место заняла команда из республики Адыгея. Кубок за третье место завоевала краснодарская команда. Юрий Бурлак дотянул свою расшиву до места назначения. Лодка путешественника пришвартовалась на пляжу Севастополя. В плавание с Дагомысского пляжа до Крымского полуострова сочинец отправился 6 июля. Черное море Юрий Бурлак переплыл уже в пятый раз. Сквозь волны ветер, а также шторм на своем маленьком плоту он преодолел сотни километров. Но впервые в свое путешествие Бурлак взял свою супругу. Обычно его сопровождал лечащий врач. У Юрия серьезная травма позвоночника, а с этим недугом он борется уже 20 лет. А плыть и тащить за собой груз – одно из упражнений по реабилитации. К слову, тянул Бурлак из Сочи в Севастополь полтонны. Судно путешественника снабжено навигаторами и различными инструментами. Есть на расшиве и якорь. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Все новости уже на нашем сайте. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.